Братья-месяцы Славяне в этот период отмечают День Храма Души. Этот святой в народе знаменит был тем, что ограждал дом от воров и помогал молившемуся ему потерянные вещи отыскать. Впрочем, говорят у него в этом благом деле, дружка был, дух, живущий за печкой и карауливший хозяйское добро от непрошенных гостей. Звали его Баструха из-за удивительной способности любой шорох уловить. Стоило только чужому на пороге объявиться, верный Баструха поднимал такой шум, так громко охал и причитал, что чужак убегал сломя голову, забыв зачем и приходил. Большим уважением пользовался Баструха в народе. Говорят, он еще задолго до домового с людьми прижился. Только в отличие от своего дальнего родственника, никогда не позволял себе неприятных выходок. Ему даже красоту и непорочность юных девушек оберегать доверяли, с чем он достойно управлялся, ни разу не огорчив хозяев дома, в котором жил. А они за это не забывали угостить своего верного помощника и парным молочком, и пирожком свежеиспеченным, оставляя их для Ваструхи у печи. Ну а те, в чьих домах не было такого замечательного сторожа, к другим средствам прибегали, обеспечивая себе покой и благополучие. Говорят, от воров могла уберечь живущая во дворе черная кошка, собака или петух. А изобличить вора по христианским поверьям помогала церковная свечка, известная под названием Забидящий. Ее крепили перед образами вниз фитилем, чтобы Бог также поворотил душу вора, навел на него и возвратил украденное. Раньше верили и в то, что стоит подвесить решето за нити и поднять его над головой, по очереди называя именно тех, кого в воровстве подозревали. Решето закрутится и укажет, кто дом обобрал. Но не только дом в надежной охране нуждался, приходилось и погреба оберегать. Для этого брали по одному листу всего, что в погребе хранили, делали маленькую метелочку, обвязывали ее веточками полыни и, перевязав крепко-накрепко, подвешивали внутри погреба над входом и проговаривали от нежданных гостей специальный заговор. Но бывало так, что чужого и рядом не стояло, а вещь, только что лежавшая под рукой, исчезла. Старички-то догадывались, что ее луканька хвостом накрыл, а как наиграется, отдаст. Вот только вопрос, когда? Вещь-то сейчас нужна была. И на этот случай свой ритуал у народа имелся. Чтобы найти пропавшую вещь, надо было привязать к ножке стола красный платок или взять свою чашку, повернуть ее вверх дном и поставить на стол со словами «Дедушка домовой, поиграй, поиграй, да то, что взял, сейчас отдай». Люди бывалые утверждали, что потерянная в доме вещь, как правило, находилась сразу же. В иных случаях приходилось к услугам вражей и чародеев прибегать. Но о них сказ особый, и будет он впереди, ближе к лету красному. А мы вас пока с днями мартовскими народного календаря знакомить продолжим. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Храма Души. Итак, речем славу богам, которые суть отцы наши, а мы дети их. И будем достойны их чистотой телес и душ наших, которые никогда не умрут. И не умирают они в час смерти телес наших. И не боимся, так как сейчас есть жизнь земная, а есть высшая, вечная. И ту вечную добыть хотим, так как земная против нее ничто. Мы на земле, как искры, и те искры исчезнут во тьме, яко и не было нас никогда. Белесова книга. Так как нашу душу порождают боги, то образ Божий находится в самой природе человеческой души. Душа – наш нерукотворный храм. Великим даром наградили ее боги, дав ей свободную волю. Ей прирождена потребность делать добро, любить, быть чистой, созидательной и не иметь злобы и гнева. В ней живет жажда свободы духа, который не препятствовал бы тому, что заложено в природу человека, чего требует его сердце – восхождение по золотому пути духовного и душевного развития. Душа – бесценный дар наших богов. Берегите ее. И помните, что главный страж вашего дома и вас самих – это чистая совесть и крепкий дух вашей, славяне. Братья-месяцы 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 Братья-месяцы